В 11, в начале 12-го я принесла вещи для нашего покойного. Всё отдала, договорились, во сколько будем забирать в субботу. Валентина Гербер по-деловому и спокойно рассказывает нам, как всё было. Муж умер от обширного инфаркта и накануне похорон Валентина Давыдовна пошла в морг отдать вещи и крестик. Сами похороны были назначены на следующий день. И вот в этот самый день у церкви собрались все родственники и друзья, больше 30 человек. Гроб с телом из морга привезли сотрудники ритуальной фирмы, без родных. Дальше события разворачивались совершенно неожиданно. Подошла ритуальная машина, как занесли гроб в церковь. Священник уже поставил свечи на гроб, чтобы начать отпевание. И когда вот все родственники стояли, как вот первый у меня внук увидел. Внук, 18 лет, 11 класс, он ко мне подходит. Он такого сильно у нас и не видел. Нет, он подходит, говорит, бабушка, дедушка совсем не похож, и это не наше. Я говорю, да ну, может быть там как меняются покойные. Я еще не подходила от лавки. Когда я подошла, я лицо увидела, что это не наше. Я сняла это покрывало, лежит совсем другой человек, роста маленького, белая рубашка, наш в темном должен быть. Выскочив из церкви, Валентина Гербер сразу поехала в морг. После долгих разбирательств все-таки выяснилось, тела перепутали. И мужа Валентины за час до этого увезли. Мужчин Боготол. И даже похоронить успели в чужой одежде, крестики и ботинках. Потом выяснилось, что мужчин не просто одели в чужие одежды. На оба гроба прикрепили бирки с одной и той же фамилией. Ну а начали выдавать, видимо, с того, который ближе к выходу стоял. Нужный труп вернули в Назарова в тот же день вечером. Мы вот были на телефоне, что вот докопали они до гроба, вот вытаскивают. И вот привезли его уже где-то в 5, наверное, в 6 часов. А вот семья из Боготола подмену не заметила. Своего родственника они давно не видели. Изменения во внешности их не смутили, а может, они приглядывались вовсе. Мы сегодня пытались с ними пообщаться, но разговаривать они отказались. Бросили трубку. Ничего не хотят говорить в Назаровском морге. Руководитель в отпуске, работники при виде камер прячутся. Здравствуйте, новости ТВК, телекомпания «Красная». Хотели бы с кем-нибудь из руководства пообщаться? Ну, мы понимаем, но нам все равно нужно какой-то комментарий получить. Сегодня не рабочий день. А вы кто? Представьтесь, вы кто, представьтесь. Я работник. Вы работник. А из руководства никого? Нет. Собственно, вот так вот нас и приняли в Назаровском морге. Из руководства никого. Сегодня здесь, как мы видим, проводится дезинфекция, вработка помещений, и сюда никого не пускают и общаться с нами не хотят. В Краевом бюро судебно-медицинской экспертизы заявили, сейчас идет служебная проверка. Уже уволили санитара, который выдавал тела. Вот только родственники уверены, он не виноват, ведь покойных готовили еще в пятницу. Валентина Давыдовна собирается судиться. И еще может шутить. Мол, в Назарово не то, что умирать. Здесь жить страшно. Софья Питеркина, Сергей Малафеев. Новости ТВК. Назарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова